Привет, я Алексей Федоров. Паш Филонов. Да, и мы рады вас приветствовать на открытии конференции Гидра 22 и C++ Russia 2022. Привет. Ура. Первый оффлайн спустя два года, так сказать, встречи в онлайне. Да, давай поймем, кто куда пришел. Ребят, кто пришел на Гидру? Паша? Кто пришел на C++? А кто пришел и туда, и туда? О, отлично. Мы были уверены, что такие люди тоже найдутся. Да. Мы хотим поприветствовать участников. Где у нас камера? Вот у нас камера. Участников трансляции, те, кто у нас смотрит в онлайне. Ребят, для вас все то же самое. Те же карточки, тот же live.jucru.org. Все. Если вы каким-то образом сейчас меня видите, значит, вы как-то нас нашли. Это тоже очень здорово. Все то же самое, все работает. Потом расскажете, какой у вас экспириенс онлайн-участия в оффлайновом дне. Для тех, кто присутствует сегодня на площадке. Я понимаю, немножко непривычно, немножко отвыкли, но давайте привыкнем, что бывают схемы залов. И у нас сегодня задействованы три зала. Первый зал, мы находимся сейчас прямо в нем. Тут будет идти основной трек C++ Russia. Второй зал, который на схеме изображен, там будет идти трек Гидры. Обратите внимание на вход. Он не напротив от выхода из этого зала, а немножко с другой стороны. И третий зал, те, кто интересуется компиляторами и всем, что с этим связано, там будет отдельный трек LLVM-метапа. Просим приходить, задавать вопросы, интересоваться, что происходит сейчас на острие компиляторостроения. Так, для тех, кто у нас оффлайн для вас, ребята. Значит, смотрите, есть кофебрейки, они в коридоре. Вот вы сейчас зашли в гостиницу, прошли налево и оказались здесь. Вот, собственно, там уже походу стоят кофемашинки, какие-то снеки выносят. И если еще немножко направо пройти, тоже эта зона кофебрейков есть. Обед будет вот там, в первом корпусе гостиницы. Надо будет чуть-чуть пройти. Можно по коридору, можно по улице. Погода в Питере классная. Я хожу по улице. Так что, но если чуть-чуть потеряетесь, куча людей есть везде, в специальных футболочках наших. Они вам все подскажут, расскажут. Но в целом найти обед тоже будет несложно. Да, второй зал у нас под конец вечера будет переоборудован под нетворкинг, поэтому обязательно приходите, можно будет пообщаться, дозадавать те вопросы, которые вы не успели обсудить на дискуссиях после докладов. Да, так что как основная программа закончится, двигаемся сюда в втором залу. И, собственно, в неформальной обстановочке спокойненько все с ребятами обсуждаем. Так, смотрите, знаете, да, менеджерские всякие матрицы 2 на 2 есть такие. Сейчас сложный слайд, самый сложный слайд. Все смотрим на слайд. Это, ребят, матрица 3 на 3. Мы сделали как бы шаг вперед. У нас гидроплюсы, все такие, значит, умные, хардкорные. Это 3 на 3. Мы решили, что нормально прям будет. Вы справитесь. Теперь про что этот слайд? Он про то, что почти все активности у нас записываются, кроме, ну, на самом деле, дискуссий. То есть дискуссии, которые будут проходить после докладов о кругах столов, они доступны будут и участникам, те, кто в онлайне нас смотрит, и тем, кто сейчас здесь у нас на площадке. Но вот мы их не записываем. Все остальное мы стараемся записывать. Да, и большая просьба. Я понимаю, что сейчас в оффлайне прям есть желание поймать спикера прям вот на лестнице, когда он будет сходить и начать задавать все, что вы не успели задать в микрофон. Но давайте позволим им хотя бы дойти до дискуссионных зон. И вот там уже каждого спикера после его доклада можно будет точно найти и спокойно обсудить, задавая все вопросы, которые, ну, если вы что-то не поняли, пока он рассказывал. Или вы с чем-то не согласны, скорее всего. Мне кажется, так лучше всего пришли и сказали, а я не согласен. Это уже хорошее начало дискуссии. Все фигня. Да, значит, для тех, кто в онлайне, дискуссии так же, как было все на портале live. Для тех, кто в оффлайне, комнаты 3-4, они находятся чуть дальше, вот там вот за нашими спинами, за залом 2. Так, главная студия, собственно, ребят, мы по-прежнему… А есть кто-то, кто в онлайне был на плюсах, на гидре, или все пропустили и пришли только на оффлайн? Ну, есть какое-то количество. Значит, все то же самое, главная студия остается. В перерывах между докладами мы общаемся с нашими гостями. Для тех, кто в онлайне, опять-таки, ничего не изменяется, а вот в оффлайне чуть-чуть более сложный экспириенс. У нас в той части кофе-зоны, про которую я показывал, стоят телевизоры, на телевизорах работает звук и картинка, что удивительно. Собственно, если хотите, то в прерыве берете булку, берете чашку кофе, и можно спокойно все это, значит, подходить к телевизору и спокойно смотреть, что происходит в главной студии. Там будет много всяких гостей интересных. По поводу вот иконок. Ну, вообще говоря, каждый программный комитет старается, когда вот развешивают эти иконки по докладам, наделить их каким-то смыслом, но у каждого получается это по-разному. Поэтому вы тоже для себя выработаете какое-то представление, что такое вот overview, что такое хардкор, и ориентируйтесь, чтобы понять, какой доклад вам будет более интересен. Хотя, мне кажется, в основном надо ориентироваться на название, на спикера. Но если не помогает, то по иконкам. Ну да, с твоего позволения я добавлю, Smoothie Overview называется, это доклад, который не требует специальных знаний, Practice доклад, который про какую-то обычную практическую часть технологии, Hardcore, это доклад, на который лучше приходить, все-таки имея какое-то понимание, про что технология, и Partner Talk, это какой-то доклад от партнеров, это не про сложность, эта система, она как бы не является классическим таким… Да, партнерский доклад может быть и overview, и хардкор. Да, это как повезет. Вот тут точно ориентируйтесь на название спикеров и так далее. Ребят, смотрите, какие красивые ребята в голубых и зеленых рамочках. Это наши замечательные спикеры. Да, и помогать им будут сегодня эксперты. У нас как и в онлайне, так и в оффлайне теперь приглашаются эксперты. Они будут помогать каждому спикеру в процессе его доклада. Вначале онлайне можно будет присоединиться также к чату и готовить свои вопросы. То есть те, кто в онлайне, смогут задать свои вопросы, которые потом обсудят в дискуссии. Да, на самом деле одна фишка, про которую тут хочется сказать, которая может быть… Ну, опять-таки, она мало меняет опыт онлайн участников. Для вас, ребят, чуть-чуть это будет по-другому работать. Мы вначале будем показывать специальный слайдик, на котором будет QR-код. Значит, этот QR-код вы, значит, его фоткаете и переходите в чатик. Это просто ссылка на чатик в Телеграме. Вопросы свои, которые вот здесь вот в зале вы задаете в этот чатик, эксперт их читает, спикер на них отвечает. Или там, если круглые столы, то участники круглого стола на них отвечают. Вот. Потом после этого уже уходим в дискуссионную зону и там уже голосом нормально… Да, ну это очень удобно. Не надо помнить свой вопрос до конца, держать его на стеке, просто сразу хоп в чатик, закинули все и начали слушать дальше. Ну да. И опять-таки будут у нас равные права между оффлайн и онлайн участниками, что тоже довольно прикольно. Так что, ребят, вместо того, что, может быть, вы немножко привыкли за прошлые годы оффлайна, что вот здесь вот из зала микрофончики сейчас будет в этой части работать по-другому. То есть покажем QR-код и, собственно, ссылка на чатик в вопросике туда. А потом переходим в дискуссионную зону и там уже в классическом формате продолжаем. У меня даже, знаете, какая идея возникла? Кому вот непривычно оффлайн формат, мало ли, есть такие. У меня есть лайфхак. Вы берите просто телефон или планшет и наводите вот на сцену и смотрите через камеру, и будет ощущение, как будто за компьютером. Ребят, а есть кто-то, кто не был никогда ни на Гидре, ни на Плюсах в оффлайне, и это первый оффлайновый вообще у вас экспириенс? Есть, я же говорю, есть такие. Круто. Спасибо, что пришли. Да, спасибо, что пришли. И мы не сказали про программный комитет. Это здесь программный комитет конференции Гидро. Даже мы подписали, кто есть кто. У нас не все, к сожалению, сегодня будут на площадке, но большинство ребят все-таки до нас доехало. Да, и программный комитет конференции C++ Russia. Многие члены программного комитета смогли приехать, не все. Вот в частности Сергей Платонов, мы передаем ему большой привет. Привет, Серега. Надеюсь, ты нас смотришь. Да. И, может быть, попросим всех спикеров, членов программного комитета, экспертов встать, и давайте поаплодируем им за то, какой замечательный контент они готовили все это время. Спасибо. Я боялся, что сейчас встанет весь зал. Нет, ну, значит, не только они приехали. Да, все-таки несколько человечков у нас есть. Ну, ребят, очень важная штука еще. У нас на площадке есть выставка. Это стенд наших добрых старых друзей PVS Studio. Да, приходите. Наверняка будут какие-то раздаточки, конкурсы. Будут замечательные пряники. Я очень люблю вот эту вот форму раздаточки. Не надо их хранить, их можно будет сразу употребить. Ну, и большое спасибо нашему постоянному партнеру. И продукт хороший, и пряники вкусные. Продукт, это хорошо. Да, давайте похлопаем ребятам. Отдельно я обратил внимание на стенд с уточками. Кто коллекционирует уточки, посмотрите, там появились новые. Хорошо. Так, еще одна важная штука, ребят, которая в онлайне не так важна, а в оффлайне важна. Мы просим вас сейчас перевести ваши телефоны и компьютеры в беззвучный режим. Потому что... Ну, я как докладчик, например, не очень люблю, когда что-то звонить вдруг у кого-то начинает. А я вспомнил, я перед тем, как выйти на сцену свою отключил уже, между прочим. А я просто вообще не включаю никогда звук. Ладно. Тебя так найдут. Да, ребят, ноутбуки, компьютеры, будильники, пожалуйста, все в беззвучный режим. Вот. Если вы засыпаете на докладе, но хотите проснуться под конец, вот, тоже, пожалуйста, ближе к сердцу, чтобы завибрировало и вы услышали. А остальные пусть не слышат. А аплодисменты же обычно будут. И в этот раз их должно быть слышно, поэтому они разбудят. Хорошо. Так что такие дела. Ну и чего, пару слов о тех активностях, которые начнутся у нас буквально через 9 минут. Да, да, в 10.30 первый доклад трека C++ Russia. Антон нам рассказывает, до сих пор хайповая тема, монолит и микросервисы. В мире C++ это до сих пор обсуждается. Это серьезный вопрос. Вот. И он, собственно, постарается показать, какой прогресс в этом вопросе сделан с точки зрения того, что использует Яндекс.Го. Помогать ему будет Саша Боргард с вопросами. Ну и в целом Саша любит подискутировать сам. Мне кажется, он будет одним из первых желающих потом в дискуссии обсудить, что Антон будет рассказывать. Хорошо. И Тёма Алиев, Тёма будет рассказывать. Смотрите, это важная штука. Если вы по-английски читаете, то у вас будет как бы сверху вниз, да, Distributed Transaction Supplementation Trade-offs. Если вы читаете это по-русски, то надо начинать с конца. Трейд-оффы в реализации распределенных транзакций. 4, 3, 1, 2. Да, ну это как мастер йода. Но все-таки 4, 3, 1, 2. Такой фокус. И я так понимаю, что Вань Пономарев будет там экспертом. Значит, Тёма вообще, как бы это героизм. Тёма сломал ногу внезапно не так давно, но сказал, что нет, я приду и выступлю. А это как-то связано с его темой? Вот проблемы, трейд-оффы? Это как-то связано с мотоциклом его, я точно знаю. Вот. Anyway, ребят, хорошей конференции. Мы рады вас всех видеть. Оффлайн, онлайн, ребят. И, собственно, встретимся на этом сцене или на сцене второго зала буквально через 8 минут. Да, получайте удовольствие. Спасибо вам за то, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...